Здравствуйте! На нашем сайте рубрика интервью. Сегодня мы находимся в городском краеведческом музее и гость у нас необычный. Это руководитель городского управления культуры Людмила Викторовна Орлова. Здравствуйте, Людмила Викторовна. На самом деле я очень давно мечтал записать интервью с вами и вот сегодня можно сказать, что моя мечта сбылась. Людмила Викторовна, расскажите, почему мы выбрали именно это место для нашего сегодняшнего с вами интервью? Ведь именно вы руководствовались этим. Ну, во-первых, очень приятно, что у нас молодое поколение журналистов мечтает хоть что-то услышать и поговорить о культуре. Очень приятно. Не так часто журналисты радуют нас своим отношением к таким позитивным культуре. Во-вторых, почему мы выбрали стены городского краеведческого музея и зала краеведческого музея? Я глубоко убеждена, что все-таки главным, не только хранителем, но и пропагандистом культуры являются сотрудники краеведческих музеев и краеведы, в том числе и сотрудники краеведческого музея города МИАСа и краеведы города МИАСа. Поэтому я считаю, что вся культура начинается, наверное, все-таки с истории. И наша одна из задач — сохранить то, что накоплено предыдущими поколениями, сохранить это и пропагандировать. Поэтому и городской краеведческий музей. — Людмила Викторовна, а как вы считаете, город МИАС — культурный город? — Вы знаете, по большому счету, да. И очень жаль, что последние вот как-то года несколько теряются традиции, но это, наверное, в силу того, в силу сегодняшнего образа жизни. В силу того, что лет 20 назад мы считаем, потерянное поколение, когда начался период перестройки, все-таки, извините, в то время родители, старшее поколение вынуждено было меньше заниматься воспитанием своих детей. Вот сейчас мы пожинаем плоды того, что произошло лет 20 назад. Поэтому несколько, наверное, общий уровень культуры упал. Ну и потом, при всем уважении к вам, журналистам, все-таки, мне кажется, на общий уровень культуры очень активно влияет и, наверное, центральные каналы, в первую очередь телевизионные каналы, конечно, которые не всегда пропагандируют лучшие образцы культуры. — А как вы считаете, культурные мероприятия как-то отражаются и достаточно ли сегодня в нашем городе различных культурных мероприятий, которые могут посетить горожане? — Вы знаете, если говорить официально по статистике, то их достаточно, исходя из тех штатных единиц, которые имеют наши работники культуры. Но я думаю, что сказать так вот, что каждый житель нашего города ощущает эту достаточность, просто невозможно, конечно. Если мы даже сделаем в 10 раз больше проведения этих мероприятий, все равно найдутся, и больше, чем уверена большая часть жителей города будет говорить, что их недостаточно. Наверное, опять же, тоже наша в какой-то мере беда и вина в том, что мы недостаточно порой работаем по рекламе. Но это тоже определенные средства. И иногда бывает обидно, когда залы наших учреждений культуры, наших дворцов, домов культуры бывает наполовину лишь заполнены. Мы поэтому выбрали такой, наверное, как бы способ донесения своей работы до жителей, как проведение камерных мероприятий. И приятно нашим работникам, когда там маленький зал, там на 60-70 человек, мы ощущаем свою востребованность, когда видим, когда этот зал переполненный, либо полный хотя бы. А вот с большими залами мы не всегда еще умеем работать. Но наши недоработки, наверное, все-таки с рекламой. Людмила Викторовна, а есть ли возможность сегодня увеличить бюджет города, чтобы и мероприятий стало больше, и рекламы на них тратилось, на их рекламу тратилось, соответственно, больше средств? Ведь, я так понимаю, не так много в бюджете средств сегодня для того, чтобы культуру нести в массы. Ну, если заговорили немножко о бюджете, то давайте я вот буквально вам несколько данных приведу. Посмотрите, из городского бюджета на содержание учреждения выделяется ценная сумма денег. Все эти деньги в основе своей идут на заработную плату, которая на сегодняшний день одна из самых мизерных в России, даже в социальном комплексе. Значит, и на коммунальные расходы чаще всего. И совсем-совсем небольшая сумма, если там из 100 миллионов общей стоимости, у нас лишь 3,5 миллиона выделяется на проведение различных мероприятий, и в том числе на содержание городского муниципального оркестра, который в течение года поглощает там миллион, получается, третью часть. Можете представить, какое количество мероприятий можно провести на те 2 миллиона? Да, 2-2,5 миллиона. Там из этих 2,5 миллионов еще часть идет на оплату поездок наших детей, на конкурсы. То есть где-то в пределах 1,5-2 миллионов выходит на проведение праздников. Я могу вам сказать, что вот сейчас очень хорошо это освещали средства информации, что маленький город Южноуральск в этом году на свой день города потратил 5,5 миллиона. Правда, это деньги были предприниматели города. Но мы надеемся, что следующий год несколько изменит ситуацию с финансированием, хотя бы потому, что президент России объявил 2014 год годом не только Олимпиады, но и годом культуры. И очень бы хотелось верить в наших депутатов и в руководство города, что они последуют примеру своих товарищей областных, которые увеличили бюджет культуры на 2014 год, на сегодняшний день в проекте, по крайней мере, бюджета, на 37%. И, конечно, область сейчас планирует в 2014 году основные средства направить не только на укрепление материальной базы, но и проведение различных проектов областного уровня, типа Дней высокой музыки, которые сейчас проходят, на сегодняшний день проходят еще в Челябинской области. Раз уж мы заговорили о дне города, что будет ждать горожан в этом году? Я видел уже афишу. Ну, не такая она помпезная, как хотелось бы в юбилейный год. Ну, даже, знаете, даже вот эта афиша, конечно, это, на мой взгляд, в первую очередь заслуга Виктора Георгиевича Ардобьевского, главы администрации, потому что все то, что ему удалось получить с предпринимателей нашего города, все эти деньги направляются на сегодняшний день, вот на проведение этого праздника. Потому что на сегодняшний день из городского бюджета пока не выделено ни копейки на проведение Дня города. Все эти средства, это спасибо предпринимателям, которые откликнулись на просьбу главы администрации, это МИАС Мебель и НСР, и еще несколько фирм с меньшими затратами, как бы. Но, тем не менее, вот то, что будет сделано, это заслуга предпринимателей, то финансовая заслуга, конечно, наших предпринимателей города. Что будет? Мы в этом году пытаемся восстановить традицию праздничного шествия. В 16 часов начнется движение колонны представителей предприятий, организаций, учреждений города, Дворца культуры, автомобилестроителей. Время еще есть, мы предлагаем и вам присоединиться. Если даже вы не в составе своего коллектива пройдете, а создадите какую-то свою мини-ячейку, какое-то общественное формирование, все это, как бы, будет только украшением, наверное, дополнением этого праздника. Во главе колонны пойдет у нас большая колонна байкеров, которые с удовольствием откликнулись, причем байкеры Челябинска, Екатеринбурга и города МИАСа, там около ста машин. Затем, значит, будет колонна велосипедистов, если никаких изменений не будет. Это тоже одно из общественных движений города МИАСа откликнулось, организует велосипедистов нашего города. Затем в составе этой колонны будут секции, спортивные секции, около 150 детей, ну и представители предприятий, организаций. Мы предлагаем всем принять участие не только в шествии, но и оформить, как-то создать праздничное настроение этим колоннам. Да, надеемся, что эта колонна, ну как бы вот мы рассчитали, что эта колонна должна к 17 часам подойти к центральной площади, и на центральной площади пойдет основной праздник. К 17 часам на центральной площади мы уже оформим почти 15 досуговых площадок, спортивных, детских, развлекательных, познавательных, таких интеллектуальных. Эти площадки будут работать под присмотром, под руководством, что ли, работников учреждения культуры и руководителей спортивных секций Комитета по физической культуре и спорта. Затем здесь же, вот никогда у нас этого не было на празднике в этом году, мы планируем, что одна из фирм нашего города, значит, запускает воздушный шар. Значит, на этом шаре жители нашего города смогут подняться ввысь, если позволят погодные условия, конечно. И затем в течение двух часов с 17 до 19 будет проходить рассказ, скажем так, рассказ о сегодняшней жизни нашего города. На сцене. В историческом, да, аспекте, как бы вот беседа исторических лиц, которые непосредственно связаны с историей нашего города. Но мы постараемся вот именно сегодняшнюю жизнь показать вот в этом контексте, в историческом. Ну, а затем двухчасовые поздравления ведущих коллективов Екатеринбурга и города Челябинска. То есть все-таки иногородние артисты будут у нас? Конечно. Будет Екатеринбург и будет Челябинск. И все это торжество должно завершиться в 21 час, ну, там, плюс-минус 10-15 минут, тоже в зависимости от погодных условий. Все это завершится большим праздничным салютом, который состоится благодаря фирме НСР. Людмила Викторовна, ну, все-таки, можем ли мы, горожане, рассчитывать на ваш взгляд, на ваше субъективное мнение, что все-таки дни города у нас будут такие более помпесные. Я помню, два года назад у нас была и сцена огромная, и реальные пацаны. Ну, и в этом году будет. И в этом году будет огромная сцена привезена. Благодаря предпринимателям в этом году будет точно так же огромный экран, куда будет проходить трансляции и онлайн, и, значит, записи предварительно идут. То есть это все будет... В онлайн-режиме можем смотреть, да? Да, это будет обязательно в онлайн-режиме. Работают операторы Челябинска и представители нашего ОТВ, нашего МИАСского отделения, по-моему, так называется, наверное, ОТВ. Затем, что будет еще, наверное, будет прекрасный звук. Потому что наша площадь 70 киловатт принимает уже крайне редко такую мощность. Ну, надеемся, что вот эти, наверное, все-таки элементы современности технические как-то должны тоже привлечь жителей нашего города. Ну, мне кажется, может быть, какое-то небольшое обращение сделаем к предпринимателям нашего города, к депутатам и к властям, что, ну, город хочет, хочет, хотят жители. Вот эти вот действительно красочные какие-то разнообразные мероприятия. Почему-то? Ну, мы с удовольствием, мы с удовольствием примем все предложения, все предложения финансовые, в том числе, которые вы хотели бы высказать в адрес проведения наших праздничных мероприятий. Ведь сентябрь месяц мы выбрали только потому, что может еще позволить погода, собрать, конечно, людей на улице города. Потому что вы же знаете прекрасно, что день рождения нашего города 18 ноября. 18 ноября мы сохраняем, конечно, вся официальная часть, у нас все перейдет по дню города, перейдет на 18 число. И есть ли предприниматели города? Мы готовы принять любую помощь, в том числе и целевую. Вот захотели вы профинансировать концерт Дмитрия Когана? Пожалуйста, мы ваши деньги направим только туда. Мы готовы вот на все ваши отклики, на любые, в принципе, предложения. Готовы вам помочь, если вы финансово помогаете им организационно и творчески вам готовы помочь. Людмила Викторовна, спасибо вам большое за наше интервью. Мы благодарны вам и надеемся, что все-таки день города пройдет на достаточно высоком уровне. Спасибо вам за то, что делает ваше управление, за то, что вы ищете деньги, за то, что хоть какое-то разнообразие привносится все-таки в жизнь наших горожан. Спасибо. И еще одна просьба. Можно высказывать? Вы знаете, вот в последнее время, по-моему, в этом месяце как-то, либо в августе на страницах одного из наших печатных изданий появилась статья о вандализме на памятных знаках, которые установлены при въезде в город. Вы знаете, хотелось бы вообще обратиться, наверное, в первую очередь к молодежи, которые строят свои семейные узы, создавая свои новые семьи. Вы знаете, вот абсолютно непонятно, почему вы свою семейную жизнь начинаете с вандализма, с разрушения. Но ни одна семья не будет, наверное, существовать долго, которая начинает вот с того, что происходит у нас на наших памятных знаках. Давайте, может быть, подумаем и совместными усилиями придумаем какую-то новую традицию. Но перестанем описать Вася, Миша, Маша на остеллах нашего города, на фасадах наших домов. Ведь понятно, что, наверное, эти имена в первую очередь, ну, половина из них, извините, жители города проклянут, проезжая, видя все это и подумают, ну, что за идиот тот Вася, Петя, Маша, чье имя написано здесь. Давайте подумаем и создадим какой-то совместный проект, и совместными усилиями создадим новую традицию. Я хочу добавить, Анатолий Викторович, в эту субботу мы уже принимали активное участие. И в субботнике на одном из таких мест, на дороге Мясо-Златоуст, мы полностью очистили от ленточек, покрасили этого лося, и он сейчас прям выглядит шикарно. Ну, я уже знаю, к сожалению, что уже нашлись очередные вандалисты, которые уже тут же в этот день начали наносить свои надписи на этом же памятном знаке. Спасибо вам за ту помощь, которую, пусть небольшую, хотя бы для начала, но вы положили хороший пример. Может быть, стоит откликнуться еще кому-то и проявить, наверное, дальнейшее действие в отношении сохранения наших памятных знаков, в том числе и вот знаков, символизирующих наш город. Спасибо большое, Анатолий Викторович, за интервью. Спасибо. Я напоминаю, что вы смотрели рубрику интервью на интернет-телеканале u74.ru. Меня зовут Игорь Коблуков. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»